Товарищ из Омска 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 Начну я типа как... Хотя да, мне сначала хотел вопрос задать как аудиторию, собственно, кто вообще, откуда, все же в Питер привозны, в основном, какие-то, да, какие-то, может быть, города хотя бы назвать, чтобы я понимал. Уфа? Курган. Киро. Киро, Франк, как раз. Киро и будет немножко. Эээ, Питер, а не. Кто еще, есть какие-то еще, какие-то сибирские города? Ну, точнее, два места, один местный, да, всякие. Да, тогда, такой вопрос. Кто вообще, что до этого, знает о том, что сейчас происходит в Левом движении, то есть, берешь какие-то организации, которые там, как он знает, существуют, или еще что-то, кто слышал? Ну, по-моему, то, что, как везде, дробление очень сильное. А какие организации хотели? Ну, самые гусы, это ПКРФ, естественно, кто не знает, и Федерация МГС, которые одного с другое будущее. А еще? Ну, а еще? А еще под мелочи. Ну, да, все. Ну, да. Все так и есть. Нет, на самом деле здесь направленный регион, то есть на Кавказе там, как я знаю, довольно сильно ОКП с СКМ развивается. Но на Кавказе я не думал, что это в Сибири. Да, это немножко. Ещё в Новосибирске ОКП есть, в Нижнем Новгороде ЕРСД и Левый блок. А нет, там только Левый блок остался, я знаю. Ну там, в основном, в каждом городе Сибири есть та или иная организация, которая есть в Питере, только они куда более малочисленные или уже и существуют. И ничего нет, по-моему, в смысле, потому что мне расскажут. А ещё тогда мне интересует вопрос, ну потому что всё равно есть некое отделение, ну у нас, по крайней мере, Питер, Москва, и мы такая обширная, большая провинция, которая как-то, ну как-то кооперируется, в общем, против, но есть нечто такое. Вот, что вообще вы слышали, собственно, о том, как развивается промышленность, есть ли рабочий класс, мне просто интересны такие вопросы, чтобы понять, о чём мне нужно рассказывать, вот именно по, ну так давайте возьмём Сибирь, мне проще оттуда, я оттуда. Что вы слышали по Сибири? Там, смех, ходят медведи, играют на баллайках, где хоть что-то известно. Ну какие, допустим, крупные предприятия вы слышали, которые в Сибири есть, существуют? Какие в Сибири, нифига ещё? Нет, это Урал. Всё, я ничего не знаю. Я даже не был даже. Урал, вот, ну, наоборот, есть разнообразные блоки. Ага. Ну да. Клорники, опять же, с сателлитами. Да. Ну, опять же, это блоки, там, крупные. Ага. Ага. Потом Вавроза, где-то парк Натальцев. Да. На Дальнем Востоке, опять же, не буду вообще перерабатывать. И слова перерабатывающие. Ну, что-то всё, что они пытаются сказать. Ну, если бы они про Дальнем Востоке, там, китайцы всё скупили. Ну, в общем, мы говорим, Сибирь. И вопрос, который я, короче, когда приезжал, первый раз по работе сюда, ну и так, мне люди просто задавали, мне интересно, что вы сейчас встретите. Просто, короче, как вы думаете, насколько близко Омск и Иркутск? Омск и Иркутск? Да. Мне кажется, далеко Иркутск, это же вообще на Байкале, правильно? А, хорошо. Ближе Омск к Москве или к Иркутске? Наверное, к Иркутску. 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 Иркутске. Ну, короче, просто, когда я приехал сюда, и был человек тоже с Иркутска, как бы мне петербуржцы и москвичи говорили, о, Омск и Иркутск, мы там рядом скоперировались. А мне как бы два дня ехать до Иркутска и два дня до Москвы. То есть, чтобы было понятное расстояние. Вот, собственно, теперь я начну немножко рассказывать. Собственно, я о себе немного расскажу. Я с Омска, вот это Омск, там не заметено. Это Иркутск, Омск, действительно, это Шарета, Омка, где уходят. Там, Личной вокзал, в общем, такой Омск. Я в Левом движении недавно, вообще, с 2013 года. И вообще, я буду, наверное, рассказывать в основном про Левое движение вот именно с... вот с тех, кто с 2013 года туда, в общем. После того, как Болотное закончилось, так скажем, и начало какое-то новое Левое движение, так оно называлось, продуматься. Вот, про него я буду больше рассказывать. Я состоял в КПРФ, мы, наверное, все, собственно, каким-то блоком туда проходили или заходили. В общем, понятно, какое мнение об этом. Но там состоял, вот. Собственно, в Левом движении я первым делом начал, на самом деле, заниматься профсоюзом. Помню, с каких профсоюзом ОПРА занимался. Вот, по кранчекам мы работали по трансмаршу. Ну, и продолжаем работать в рабочем движении, вот. Плюс мы еще сейчас скопировались с другими регионами, с Новосибирском, в Бордоуло-Индийском. И, ну, пытаемся какие-то тоже вещи мутить, сделать. Ну, методы. Собственно, о чем мой главный доклад, кроме того, что говорил Артем, я вам расскажу те методы, которые мы используем для большинства. Просто я тоже общался. Они покажутся либо старыми, которые мы это проходили, либо, возможно, ну, чем-то новым. Мне будет интересно провести, как бы, полудискуссию, в которой какие-то, может быть, советы услышать, а, может быть, что-то интересное для вас именно по методу. Я, в большей части, даже буду рассказывать не о Левом, даже не о тех методах, которые используются, к чему они привели и не перевели, или какие есть надежды, идеи от этого. Вот, собственно. Вот это, короче, за Уралом я нашел карту. Собственно, так как вот Омск, и вот отсюда, короче, Москва – это вот здесь, и Питин – это вот здесь. Вот. Вот это вот Урал. Вот Иркутск – он у нас где-то вот тут, короче. Ну, а Дальний Восток – это вот здесь. Собственно, я знаю левое движение в основном вот в этом регионе. Я ничего не знаю, вот то, что идет от Улан-Дэ до Дальнего Востока, и то, что идет вот здесь. Ну, здесь вообще глушь там, кроме Ликуйска. – Бедвизь балалайка. – А? – Бедвизь балалайка. – Да, да. А, возможно, Бедвизь балалайка. Вот. Но вот здесь очень все интересно на самом деле. Это все города-миллионники, и левое движение у нас здесь концентрирует группу городов-миллионников. Понятно, потому что это Транссибирская магистраль, вдоль которой все самое главное промышленное развитие у нас пошло со Второй мировой войны. Ну, то есть, Омск до Второй мировой войны был там зачахтанный город, который здесь степи, казахи, казаки были. Ну, и так, полувоенный город был. Его очень правильно отписывал Достоевский, грязь, пошлость и так далее. Но после того, как пошла Вторая мировая война, нужно было перетаскивать предприятия, их вот прямо вот так вот перетащили. Омск стал очень крупным промышленным городом. То же самое произошло с Новосибирском и так далее. Вот. Сейчас это все города-миллионники. Омск, Новосибирск, Красноярск, Кемерово, ну, чуть-чуть не миллионник. Курган совсем не миллионник, но тем не менее Тюмень. Ну, и такие маленькие города, в которых сейчас «Газпром» развивается. В этих, во всех городах, понятно, раз они миллионники, там везде есть университеты, везде есть студенческое движение, особенно в Томске. Ну, так вышел в Томск очень студенческий город. И это плодотворная почва для развития, собственно, делового движения. Кроме того, как я рассказал, промышленные все предприятия, старые, советские, конечно, никого транснационального портала там нету. Они все там развиваются, ну, как-то живут сейчас, и все это буду отдельно рассказывать. И, в общем, почва для развития левого движения везде есть, и левая организация здесь появляется всегда. Вот такой вот «Заураль». Вот, начну я со своей рассказы «Новосибирска». Новосибирск, на самом деле, «Зауралом», если не считать Екатеринбурга, это, наверное, все-таки центр всей движухи. То есть, если, я не знаю, здесь, наверное, центр Москва, то у нас люди сначала хотят уехать в Новосибирск, потом же Питер, Москва. То есть, примерно так стоят. То есть, по привлекательности. Почему Новосибирск? Мне просто понравилась картинка, потому что она четко показывает. Новосибирск, на самом деле, это центр транспортных потоков в Западной Сибири. Потому что на карте, вот, Омск, он находится на Трансибирском магистрале, от него до Новосибирска 700 километров, даже 900 километров, и где-то 900 километров до Тюмени. Больше там ничего нет, в принципе. От Новосибирска 400 километров до Барнаула, там 500 километров до Кемерово, 600 километров до Томска, и все эти такие узловые, получается, линии железной дороги, и, получается, вся промышленная продукция, Кемерово, это у нас уголь, шахты, там, не знаю, металлы различные, Барнаул, это, в общем, всякое сельхозяйственное продукции, алтайское очень распространенное, Томск, это нефть, золото, там, какие-то деревообделочные материалы. Все это стекается на Новосибирск, потом ходят по ЖДшке, либо по фурам, собственно, сюда на Запад. И за счет этого Новосибирск, он не просто миллионник, там, по-моему, сейчас миллион 400 вместе с городами-спутниками, в нем очень сильно развита студенческая жизнь, ну, относительно Сибири, так скажем. Вот, и, ну, там можно иметь неплохие заработки, тоже для Сибири, и, в общем, жить так более-менее припеваючи. Поэтому там, собственно, развито левое движение, опять же, относительно Сибири. Что я знаю относительно левого движения в Новосибирске? Опять же, я говорю о левом движении, начиная с 2013 года, то есть то, что было до 2013 года, я не могу вообще дать никакого взгляда, потому что оно... Я даже здесь замечал, оно кое-где так, после болотной площади потухло, разводилось, что-то с ним стало, в общем, плохое. Здесь две вещи. Первое, это то, что возникло из КПРФ. Как бы там КПРФ не вызывали, но КПРФ стабильно поддерживало свои обкомы по всей стране. Там было бабло, там как-то эти старички, ну, в общем, рассказывали марксистско-ленинскую литературу, там нужно рабочим, там... Ну, в общем, какие-то вещи, идеи они давали, и это было на слуху. И молодежь, которая, ну, как-то хочет узнать про это, она все-таки, ну, не знаю, как здесь, но... Почти вся в левом движении в последних лет, ну, проходила через КПРФ. То есть приходила, когда был КСМ, клятвенно определилась на верность и всем делаем, четко ненавидела Зюганова, ходила, раздавала газетки, веря, что вот сейчас мы возьмем на выборах там чего-нибудь, и начнется революция. Ну, как бы, потом начинались различные проблемы. Мы сейчас себе, ну, людей в наше движение подтягиваем, в том числе через КПРФ. У нас люди там сидят в ЛКСМе, это все знают, да, что такое, комсомол КПРФ. И общаются, и когда там появляется адекватный человек, они там появляются достаточно часто в последнее время, на самом деле, молодежь очень сильно едет, то, ну, разговарившись, мы пытаемся тоже поднечь к себе. Вот, чтобы было понятно, опять же, я не знаю, что у вас по КПРФ, у нас, допустим, КПРФ на митинги выводит, на стандартные, как бы, вот эти культурные митинги, 7 ноября, 1 мая и, наверное, все, выводит по 3-4 тысячи человек стабильно. Это где-то 30% молодежи, все равно понятно, кто, но 30% молодежи. Такой, в принципе, из них с 10% наверное, можно разговаривать. Плюс оно, я не знаю, тоже как у вас, но у нас оно обладает определенными ресурсами. Например, у нас у них своя телестудия, свой парк машин, там, из 8, по-моему, машин, свое здание, не в аренду, ну, своя типография, в общем, таким ресурсом обладает. В Новосибирске, по-моему, примерно так же. Это вот первая вещь, откуда, как бы, люди приходят в левое движение под этим крупным городом. Второе, это остатки РКРП. Тоже не знаю, как у вас, но у нас они сохранились. Всегда есть, как бы, в городе, там, 2-3 человека, там, снимающие, там, офис, который продала Россия с плагом, там, ярые сталинисты, конечно, все дела там. Ну, то есть, вот эти все махровые дела там присутствуют. Но туда все равно тоже попадают молодежь, которая, как бы, считает, что вот так должно происходить. Но обычно очень быстро начинает разочарование, например, примерно Новосибирска. Первое, чем занимаются остатки РКРП, это, по-моему, 5 или 6 человек в Новосибирске. Они сейчас без Сталина пытаются установить, как бы, и собирают на него деньги. Причем деньги собирают гуржуи. Объясняешь, что, вот, как бы, Сталин, он объединял, как бы, и, там, и все. В общем, все дела, вешал, там, врагов России, там, на столбах, и нужно ему, например, правильность. Это деятельность, которая ведет РКРП. Кроме того, РКРП в Новосибирске это ярый ЗОЖ, и оно издает листовки о том, что коммунист не должен бить, курить, там, колоться. И, в общем, чуть ли это не главными грехами объявляет вообще, в принципе. Вот, это пример, это вот две, как бы, остатки организации, которые приходят. Второе, из интересного в Новосибирске, в Новосибирске, теперь появилась организация РКСМ. Российский коммунистический молодежь. Я не знаю, сейчас спрошу, знает ли кто, как мне говорили, когда-то эта старая организация в 90-х годах возникла. Это, типа, как комсомол, который не привязан ни к одной из партий. Малеровский, вот, если кто-то знает. В Москве как там присутствует и так далее. Как-то я не знаю, в общем, в Новосибирске возник отсколок этой организации. Туда просто пришли молодые парни, сейчас их около 40 человек, наверное. И, ну, в общем, они оказались как бы адекватными людьми, они, в общем, наполовину там поделили офис РКРП, там, воспользовались определенными ресурсами, начали вести свою собственную политику. Чем они занимаются? Занимаются они следующим. Во-первых, ну, как и все, наверное, это делают все в этом. Просто даже мы это делаем. Они проводят кружки, собственно, кружки, обучение, там, систематическое занятие. Ну, потому что все хотят, как бы, не знаю, понять марксизм, понять, как можно его применять в текущую эпоху или нельзя, и как его применять. И понять это одному, читая, как бы, литературу или только находясь в интернете, очень сложно. Все хотят выйти в офлайн и об этом поговорить, в общем, поспорить и поругаться. В общем, они занимаются вот этим, систематически проводят. Плюс второе, чем они занялись именно в Новосибирске, я не оцениваю только здесь ничего, я просто излагаю, как бы, факты. А в Новосибирске большой город, миллионик, у них, как и везде, начинаются проблемы с жильем, социальным жильем. Кроме того, я, как уже рассказываю, тоже в Перми есть такая же проблема. У них, в общем, крупный, как бы, капитал, я не знаю, как по-другому сказать. Начинают отжимать всякие старые общежития, дома и там подобное у проживающих в этих домах людей. Потому что там было предпятие, оно развалилось, и люди там живут и думают, что это их квартиры, а тут приходит как патурист, говорит, я эти дома вытупил, выметайтесь отсюда. В общем, они пытаются отстоять эти проблемы, отстоять всякими дурациями способами, на самом деле, но они отстаивают. Например, они, ну, просто встают, как бы, так скажем, баррикады на входе в эти дома, не пускают туда приходящих слух закона, начинаются какие-то проблемы, это начинает освещать СМИ, проблемы выходят на более высокий уровень, там, проводятся вокруг этих домов пикеты, создаётся вообще некая движуха. В конце концов, не всегда, правда, но это приносит плоды, они заодно, я с ними общался, что мне понравилось, они заодно пытаются в тех людях, вот этих домах, потому что это просто, ну, жители, которые недовольны, они там всеми кем угодно, бабушкими, там, рабочими, я не знаю, там, интеллигенциями, в том числе буржуями, они пытаются там найти людей, которые, как бы, вот этой движухи, ну, можно использовать. Либо в профсоюзном движении, то есть это, возможно, рабочий, который только оказался активист, ему можно интересно рассказать про то, что эти профсоюзы можно создавать у тебя на рабочем месте, и это будет не зашкладывать профсоюзу нормально, вот, либо они пытаются найти людей, которым, в принципе, интересна левая идея, поговорить с ними, разговориться, что-то из этого сделать. Вот, вторая вещь, которую они в последнее время занимали, но в этом участвовали все в Новосибирске, и РКРП, и КПРФ, кстати, да, новосибирский мэр, новосибирский сейчас КПРФ, вот, в последнее время он, КПРФовский мэр, поднял тарифы на ЖКХ, поднял очень сильно, там, по-моему, на 50% Это всколыхнуло город, этим занялся и РКРП, кроме КПРФ, этим занялись почти все левые организации, но вот РКСМ, вот эти 40 молодых людей, они как-то возглавили этот протест, ну, возглавить сложно сказать, но, в общем, они говорят, что они им управляли, у меня нет до конца, как бы, да, на все это, так вот Вот, они добились тем, что тариф отменили, собственно, было три крупных пикета в этом городе, и тарифы снизились до 18%, но интересно то, как они работали Они, собственно, пользуясь теми даже по связу методами, они составили таблицу по району города, людей, которым была интересная тема, постоянно их обзванивали, потом этим людям выдавали литературу, говорили, какие дома они должны обойти, узнать мнение людей об этой проблеме Они должны были собрать не подписи, а распространить, как бы, литературу, потом обратно вернуть, они составляли, как сети, говорили Ну, это было прикольно, потому что им это удалось, и, на самом деле, они общались, по-моему, в марте этого года, ну, 700 и не точно Такой большой список, и это люди, которые с ними общались и приходили, знали, что они, как бы, коммунисты, как бы, ну, так, как они себя называли Ну, в общем, не было какого-то отвращения, вот это все равно уже присутствует, оно было преодолено Вот, кроме РКСН в Новосибирске есть анарктическое движение, очень сильно развитое Оно возникло на основе, когда-то, ФАН, ТФА, все знают, что это, вот В общем, в Новосибирске очень сильно еще при этом развитое право движение Там можно зайти, допустим, не знаю, какой-нибудь KFC, и там будут сидеть откровенные люди с такими коллаборатами, там все дела И, в общем, молодые люди, которые приходят, там нужно находиться, зажигают как бы фаера и разносят вот KFC, вот И, в общем, на этом духе там очень сильно развелось анарктическое движение Кроме прочего, оно занимается тем, что здесь, как и везде, не платят работникам заплату очень часто Работники проводят какие-то стихийные акции, например, в последнее время крановщики сели на краны и просто спускались по камеру А, и много раз так делали Да, да, вот, кроме этого, там в последних строя был трубопроводный завод, по-моему Там работникам не выплатили заплату, они там заприкадились и так далее Вот во всех движухах пытаются анархисты здесь участвовать То есть они приезжают туда и пытаются, ну, там, не знаю, с трубопроводом было Они, короче, замазывали одну из дверей, там, каким-то, ну, чтобы ее действительно не открыли, короче А другую дверь своими делами закрывали Ну, вот, кроме этого, они тут развили, наверное, и у вас это есть Но в Новосибири, я знаю, что это работает У них есть какая-то сеть в интернете Типа, чем список работодателей Если человек туда пишет, мне, допустим, не выдали зарплату И это какой-то ЭПшинг, они, в общем, собираются, анархисты, человек пять Идут к этому работодателю, приходят и, там, всячески, ему, там, насильно прям угрожают, чтобы он вернул зарплату Ну, на мелких предпринимателей это, на самом деле, возымеет действие Я не знаю, доходило ли это угол общего, ну, какая-то такая штука, я этим что-то рассказываю По различным способам Из плохого В последнее время посадили пять или восемь анархистов В общем, ну, 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 не за это Но за посты в интернете посадили троих человек, я знаю, прямо вот, недавно То есть нашли у них какие-то, там, старые посты В которых, там, упоминалось слова революция, восстание и так далее Вот, то есть, теперь, как бы, мы тоже знаем, что нельзя в интернете сойти с своей личностью И, в принципе, аккуратнее Вот, второе, за драку с провоками, такую крупную Причем, раньше власти, почему не обращали внимания, сейчас обратили Посадили, ну, сейчас суть до сих пор идет, ну, несколько человек, к реальным словам, все, приговорили, отправили Хотя, там, было, ну, для нас стандартная вещь, что кто-то дерется, ну, на окраине, не знаю Вот, без жертв было, но вот их посадили, причем посадили за национальное Как это называется Ну, вот, когда дерутся, да, да Но, хотя, ничего такого не было, там, ну, дрались, как бы Причем, фашист, ну, так мы их называем фашисты, хотя это просто молодчики какие-то Они не бритоголовые, но такие Смотрите, немножко перекуплюсь с темы на темы, но тоже, просто, может быть, интересно В своем детстве я знал фашистов, так скажем, как бритоголовых Ну, как это называется С тем, как это было Да А сейчас на России появилось новое движение, это мажорчики Это богатые такие детки своих родителей, прям хорошие Они такие ходят в хорошие стороны, ездят на хороших машинах При этом им нравится, типа, русские идеи Они вот с этим калавратиками, хоть все дела И они считают, что нужно бить всех русских, как бы выгонять А мы вот здесь русские будем называть То есть интересно, что поменялось Не знаю, есть ли у вас такое или нет Но вот даже в Омске это заметно Сейчас вот правая идея, она вот именно через детки Мажорчиков их называют Вот, это по новосибирску, опять же, это то, что я знаю Плюс там, конечно, очень много всяких сект Но вот Примущественно другой город Это Алтай Барнаул, Буйск, Крутцовск, Алтай Так, кто знает, где находится Алтай? Алтай? Ну, на карте он, давай же, доставляется, но не скайте Так, сейчас Хорошо, что вы знаете? Я в Москве, в Монголии Ну, да Что знаете про Алтай вообще? Бел хороший Много чего можно копать На самом деле, это больше про Кемеров В Алтай не очень Алтай, это, короче, жительница Сибири называется Вот, если кто не знал То есть Алтай, это сельское хозяйство Ну, то есть, чтобы было понятно Даже по цифрам Вот Омск Вот Новосибирск А вот это вот Алтайский регион Вот, вот это вот Алтайский регион Вот И в Новосибирске В городе проживает 1,4 млн Во всей области 1,8 млн То есть 400 тысяч человек только вне В Омске проживает 1,000 Во всей области, не знаю, там 1,3 млн В общем, 300 тысяч только в области Алтай На два города Барнаул и Горн Алтайс Который далеко не миллионник Проживает, по-моему, 600 тысяч А во всей области 1,2 млн То есть здесь 50 на 50 городской сельской населения Вот И Республика Ну, в общем, да, Республика Алтай Это Алтайский край Барнаул Это здесь Бийск Это вот здесь Рубцовск Это вот здесь Ну, Алтайская Республика Алтай Совсем уж сельская Там, там, город Алтайский Малый проживает народу Барнаул Это промышленный город Бийск, ну, тоже Движение Средоточного Крупа промышленных городов Рубцовск Тоже Промышленный город Барнаул Поместки В Пяти, как Алтай Волонзавод Шинный завод Ну, и так далее В общем В последнее время Потому что до этого я не знал Во-первых Есть, например, город Бийск Есть, там ЛКСМ От КПРФ И В свое время Они оказались Настолько радикальными Ну Они Своеобразные люди Но Они, в общем Вышли В полном составе С КПРФ И назвали С себя Отдельной организацией Сейчас Они думают Вступление В РКСМ В Новосибирск Ну, пока Там непонятно В общем Они вышли В составе От КПРФ Как бы Полностью Вместе Со своим Первым секретарем С основным Тейнон-чинал И вот Отдельная организация Существует Чем они Занимаются Они занимаются Ну Кроме обычных вещей Тоже Проведением кружков Проведением кружков На все Все занимаются Систематично Систематично Занимаются Они занимаются Тоже Неким Сбором Информации Сами События Ну В общем Это Выходит так Что Они ездят По Районам Своего города И проводят Опросы Населения Выясняют Какие социальные Проблемы Интересуют Людей В той или иной Мере Такая странная Штука Ну Вот Из интересного Но смешного К этому По разу Можно относиться У них тоже Проблемы Как у всех Предприятия Собственно Закрывается Государство Их не поддерживает Людям Некуда Ити работать При этом Банки требуют Кредиты Тарифы На ЖКХ Повышаются Потому что Вся Инфраструктура Жилищно-коммунальная Ее же надо Ремонтировать И стоит Огромный денег В общем Вызывает Огромное недовольство Властничество Не могут делать И протест Постоянно Поддерживаются На последнем Митинге Навального Который проводил Между прочим Наш регион Очень сильно Его поддержали В Новосибирске Вышло По-моему 4-5 тысяч В Омске Вышло По-моему 4 тысяч И в Барнауле Вышло Тоже Около Трех тысяч Это просто Очень много Наших городов Вот Но поддержали Его В отличии От Последних Митингов На последнем Навального В Омске Вышла почти Одна Молодежь А вот Тогда Это имеется Ввиду Июнь В июне Вышел В основном Ну Прямо Наверное Весь состав Населения Был представлен Там была Не только Молодежь Там вышли Просто Недовольные люди Думая Что этим Они смогут Заявить Власти О том Что у нас Происходит То есть В Омске Просто вышли Люди За плохие Дороги За То что Заводами Работают За то что Питер собирает Все деньги У нас есть Такая фишка За то что В Барнауле Выходили За то что У них Алтайвагон Завод закрывает Ну то есть Да Это был поддержан И собственно Вот Ребята Биски У них конечно Дурацкая тактика Но тем не менее Они еще Они По-моему Месяца два Претестовали Сейчас Прекратили Они протестуют Против Протестуют Против Всего Как бы Нехорошего Что происходит В городе Тем что Каждый По-моему Субботой Воскресенье Они выходят И идут В памятник Колени На то администрация Обратная Такие массовые Шестеры Из-за этого Пытались Два раза Последить Но они там ходят На пешеходном переходе Останавливаются Чтобы машина Останавливается В общем Создают Какую-то Проблему Такие шествия Но Как к этому Относиться По-разному Ну В общем Каких-то людей Не нашли Даже видео Интервью С этим снимали Можете найти Там в инете Где люди говорят Да Ну короче Вот у нас Много проблем Мы считаем Что в СССР Было лучше Ну Стандартные вещи И Мы вот ходим Показываем Какие мы Эвакционеры Ну Вот Такое дело Происходит В Барнауле Сейчас Так Хорошо Просто я не знаю Тут На самом деле Кто знает Такие не знают Кто знает Что такое научный централизм Или слышали Нет У вас нет Какой штуки Слушай На жизнь Интернет Ну вот Просто я об этом Не знал Но вот В Барнаул Приехали Как мне рассказывали Со времен Какие-то Два научных Централиста Кто не знает Короче Ну Это те Кто считает Что к коммунизму Можно прийти Только выучив Там зазубрив Насколько я знаю Может быть Другое Но я знаю Такое Что когда-то Зазубрив Маркс, Энгельс И Ленин До зубов Только такие люди Могут прийти К коммунизму И для того Чтобы туда прийти Нам нужно просто Собрать ватагу Таких вооруженных До зубов Всем этим После этого Еще раз обучиться И можно найти Делать революцию И к власти Допускать только Таких же людей Которые Так же Вот И собственно Из истории В Барнаул Приехали какие-то Научные централисты Оттуда Из-за Урали Вот И попытались Там вот такой Кружок обучения Вот этим Этому Возродить У них не получилось И один из них Устроился на завод Сварщиком Стал работать И как-то ушел От себя Научные централисты Сейчас он Начал Вот с помощью Ну мы помогали Ему собственно Это делать На В Омске Я дальше Забуду Сказ Вот Мы помогали Ему делать Они сейчас Дают газету Факел Называется Газета для рабочих В этой газете Собственно Они делают Следующим образом Как мы делали Это в Омске Пять этапов Сначала Они собирают С рабочих Информацию О том Что у них происходит Ну Собирают На виде таблицы Ну Либо еще Каких-то документов Потом Другие люди Которые эту информацию Анализируют Из нее пишут Какие-то черновички Статей Именно Которые описывают Вот эту ситуацию Конкретно Заводе Конкретную проблему И как ее можно решить Или как Можно перейти К ее решению Или так далее Пытаются там С помощью юристов Найти Потом Третий этап Они пишут Собственно Статьи уже Непосредственно Газеты набирают Статьи Которые набираются Четвертый этап Они раздают Вот на этом Конкретном заводе Про который Отписано Эту газету Согласны ли они с этим Что они думают Вообще о газете Может быть Выдать другой материал И так далее В этот момент У них завязывается разговор Находятся контакты Эти контакты Они складируют В таблицу По таблице Вот у них уже Понакопившись Определяется Ну кто С кого можно Какой-то Препрофсоюз создать С кем можно Вообще В принципе В левое движение В принципе Вот такие таблицы Вот у них набираются И газета Так и издается В некоторых период Вот это их У них он заработал Не знаю Как у других Вот Про Балнаул Биск И Гурналтайск Я почти все расскажу А ну Врубцовский Это бандитский город Там осталось Несколько предприятий Там какие-то отделения Биск Организации работают Работа они тоже Что ходят Собирают информацию Промышленных Либо Занимаются Социальной движухой Но в основном Это выходит так Что Они проводят Стандартные пикетики Плюс Какие-то некие Кружки В которых Молодежь крутится Томск Не нашел ничего Голову Чтобы показать Вот где Томск У Томска Интересная ситуация Вот это вот Транссибирский Все же знают Что такое Транссибирский Да Он не проходит Через Томск Он проходит Через Юрку И уходит Новосибирск Он оказался Высший И поэтому Томск Миллион Малопромышленный Малопромышленный Я даже Так и не вспомнил Каких-то крупных Промышленных Преприятий Вот Но очень студенческий В нем Наверное На 400 тысяч 250 тысяч студентов Наверное Все-таки Где-то цифры Такие И поэтому Левый день На самом деле Там были всегда То есть Мне рассказывали О том Что вот Когда В 90-х годах Была крупная Трудовая Россия С Анпиловым То там Они вывели свое время Там На захват Как бы Администрации Ну Очень огромный Цифры ни разу называли Не помню Ну прям Очень огромные Они взяли Не сразу Сидели Разошлись Вот Сейчас В Томске Несколько организаций Я знаю Которые лично Я знаю Во-первых Это организация Воля и правда Можете ее там Найти В интернете Такая Полуанархистская Полу Я не знаю Как это назвать Короче Но в общем Они придерживаются Тех Что вот Воля и правда Собственно Из интересных Историй Они короче Делали прикольный Комикс Про бобра Такой Комикс Ну такой Прям Не знаю Простенький Который объяснял Какие-то вещи Из капитала То есть там Например Бобер рассказывал Что вместе Боролся лучше Что там Капиталисты У нас воруют деньги Что поэтому Там выборы Ничего не приводят Ну на самом деле Прикольно Получалось И так далее Но Как и везде Эта идея Померла Из-за такой Интересной вещи Что дизайнер Который это Выпускал Он в какой-то момент Ну да Ну ладно Все Нормально Ну в какой-то момент Короче Он сказал Что я дизайнер Я так вижу Он начал Эти бобрам Пририсовывать Половой шлем В общем Скажем И это вызвало Дискомфорт Организация Это неправда Короче Ну они в общем После этого Подрались И на этом Комикс пробура Закончился Вот Ну вот Такие вещи Они постоянно Выходят Отдельной колонной На 1 мая Такой боевой колонной Вы можете посмотреть Там прям идут С черно-красными флагами Прям поют Такие Боевые песни В общем Проходят Вот Но Параллельно С волей и правдой Там Есть Левый блок Ну а все слышат Про левый блок Вот этот левый блок Который не тот Который 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 Оказывается Я объяснил Вообще Много Вот у них Левый блок Какой-то Отдельный Левый блок В общем Они Кроме всего прочего Пишут Несколько Материалов Весник Будет Весник Будет И вот Этот чувак Он Тишкун Да Тишкун Его зовут Который Выпускает Сейчас Такое Молодежное Видео На Веснике Он приехал В Москву И там Снимает Вот он С Томска Собственно И он С левого блока Вот Левый блок Сейчас у них Как-то Скооперировался С Новосибирском С этой организацией РКСМ Они пытаются Что-то сделать Но пока Насколько я понял Это проявляется В том Что там тоже Проводятся Сниматические Кружки Плюс Они пытаются Сгавать Газеты Для студентов Которые Рассказывают Что у нас Есть проблемы Именно Студенческие Которые Ну Пщежития Низкая стипендия То что Нас преподают То что Мы не хотим Учить Ну В общем Эти темы Они пытаются Свои газеты Обсудить Раздавать Но Как-то Это заходит На самом деле Потому что У них Там Постоянно Сколько Я не бывал В Томске И не слышал У них Постоянно Там Большой поток Молодежи Ну То есть У них Нормально Если На кружок Приходят 50-60 человек Молодых Они сидят Общаются И так далее Но При этом Через Месяц Может Десять Но Десять Такое Движение Происходит Плюс Еще В Томске Есть такая Штука Томск Очень вахтный Город Томская Область Она На самом Деле Где-то Вот такая Вот Здесь Черт Томик Немножечко Вот Протекает Здесь Висуганские Болото А там Тюмень Вот И В Томске 400 тысяч А здесь Дальше Просто Тайкань Немножечко Поселков Там Добывает Золото В большом Количестве И Нефть И Со всех Наших Регионов Ездят В Темене В Томск Для того Чтобы Добывать Деньги На питание Потому что Там Зарплата Очень Хорошая И Там Создаются Вахтовые Поселения Ну и По крайней мере Мы в Омске Пробовали Работать Насколько Я знаю В Томске Тоже Пробовали Работать Потому что В авторикос Кто вообще Знает Кто такие Вахтовики Повторяков Стандартная проблема Первое Кидать на деньги Это вообще Легко Когда тебе Пообещают Золотый город Приехал А тебе Десять тысяч Заплатили И обратно Отвернуться Может Второе Эти деньги Трудно стрелять Потому что Контора Которая Тебя Принимала И Которая Которая Тебе Две Разные Конторы И 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 В общем В принципе Там Развиваются Некие Движения Которые Пытаются С ними Выйти На связь Становить Связь Пытаются Чтобы Этих Вахтовиков Был Канал Все Время Куда Заканчивается Там Кинули Вахтовиков За Три Месяца Им Реально Не На Чем Было Уехать Никто За Нем Не Приехал И В общем От Дом И Все Там По Моему Завели Дело Все Это Понятно Как У нас Происходит Но В общем В целом Такая Ситуация Показана Положением Это На самом Деле У Меня Родственники Ездили Здесь Проводить Тупой Провод Только Там Между Томско Тюменской Областью Их Кинули На Деньги Заплатили Десять Тысяч А Сор Сколько Обещали А За Десять Тысяч Оттуда Вернуться Очень Сложно Они Возвращались На Переголодных И Такие Проблемы Есть Вот Это Томск Немножко Повело Левое Движение Красноярск Вот Если Красноярск Игрил Центр Западной Сибири Новосибирска То Красноярск Это Наверное Кто знает Что Про Красноярск Вообще Красноярск Красноярск Альбини Да Хорошо Экология Там Тоже Хорошо Вот Считается Что Западная Сибирь На Красноярск Качается Считается Что Красноярск И так И есть Наверное Во-первых Это Город Миллионник И Это Последний Офигенский Город До Владивостока Дальше Там Даже Иркутск Это Такие Шаляй Валяй Красноярск Был Всю жизнь Преосифицирован Закрытым Городом С Огромным Количеством Предприятий Просто С Огромным То есть Назвали Красноярский Альминиевый Завод Да Но Красноярск Еще Много Городов Украшает Ачинск И так Дальше Что-то Забывал Ну Вот Роснефть Все знают Как Барас Роснефть Вот Главный Перерабатывающий Завод Расположен В Ачинске Недалеко От Красноярска Красноярске Очень Много Предприятий Кроме Альминия Цветных Химических Ну И так Дальше Это Город Миллионик Тоже Город Студенческий Но Просто В любом Городе Миллионики Много Студенческих Городов Университетов Но При этом Наверное Если Пересчитать По процентам Все-таки Наверное Процентов 40 Или 50 Это Именно Люди Либо Работающие На предприятиях Старого Советского Типа Либо Работающие На предприятиях Нового Начинает Образовываться Предприятие Новое Типа Либо Работавшие То есть Все имеют Какие-то Связи Вот Красноярске Тоже Развивалось Левое Движение Но Оно Вот Там Если Про Новосибир Сгорелось Чуть-чуть Только Анархист Как-то Из Фа Имели Движение То Насколько Я был В Красноярске Общался И Семь Общался Оно Почему-то Все Имеет Почти Корни В этом Простистояние Оно Одни Кричали Антифашисты Другие Фашисты И Все Это Приводило К жертвам Которые Стаски Полиции Дела Никогда На это Не заводились Потому Считали Что Так Поколебится И так Далее Потом Со временем Это Все Выпало Но Из Из ЛКСМ Из Этого Произошел Некий Оскола Который Сейчас Тоже Как Связан С ЛКСМ С Другой С Рассказывает О себе Как Отдельная Организация Кто Кто Знает Все Знают Ленин Кру Слышали Вот Как То Они С Связаны И Кроме Того Там Есть Всякие Сектантства Совсем Уже До Сих П Б Ларина Что Такое Были Организация Как Мне Рассказывают Вот Там Они До Сих Присутствуют Даже Выходят На Стандартные Культурные Мероприятия Вот Фатьянова И Красное Кольцо Там Как То Из Дается Я Не Знаю Зачем Почему Ну В общем Так Далее Из Ребят Которых Я Знаю С Которыми Я Сотрудничаю Это Как Связано С РКСМ С С С Занимается Тем Что В последнее Время То Ну Проводят На Кушки Это Понятно Все Пытаются Поведить Так Город Очень Промышленное Они Все Время Пытаются Налать В связи С рабочими Организация Союз Не Получается Но Они Все Время Пытаются Сделать То Газеты Они Пытались Выпускать То Видео Пытались Выпускать И Показать То Короче У нас Есть Такая Фишка Но Это И В Омске Если Там Ну Это Кстати Они Нам Подсказали Не Знаю Как Здесь Но У нас Если Есть Пеприятие Крупное Советского Типа Обычно Все Работники Живут Тоже Недалеко Определенная Часть А Между Заводом И Там Где Они Проживают Есть Пивнушки В которых Эти Рабочие После Рабочего Дня И Вот И В общем Они Раздавали Еще Иногда Они Какие-то Говорят Спектакли Даже Проводили Вот В Пивнушках Я не знаю Я не присутствовал Ни на одном из них Ну В общем Какой-то Такой Метод Ну Каких-то Контактов Они Набрали С Какими-то Рабочими Они Там Заводействуют Ну Ни К чему Сильно Не Привело Но Новости Определенные Фигурируют Они Знают О них И Ну Как По Краснояльским Алюминиевые Заводы Я знаю Точно Что К ним Первые Информационные Программы Наверное Это все Красноярск Че Пустые Я знаю Так Вот Кемерово Новокузнецк Это Я просто Перепрыгнул Вот Это Красноярск Вот Это Томск Новосибирск И Вот Это Алтай Который Скажет А Вот Здесь Есть Вот Это Алтай Здесь Говоры Проходят А Здесь Проходят Саян И И вот Между Ними Вот Тот Самый Железорудный Разрез Офигенский В котором Все наши Шруктёры Ищи Работают Аман Тулей Я все знаю Дает Фамилию Вот Ну Собственно Это его Регион Он там Действительно В Почете Находится Точнее Действительно Считает Что 90-х Годах Спас Шахты От Гумерания Новокузнецки Находится Крупнейший Новокузнецкий Металлургический Завод Наверное Сталь Такого Образа Который Выпускает Там За Уралом Больше Никто Не может Выпустить Вот И его Искусственно Поддерживают На плаву Почему Искусственно Потому что Мы через Омса Через Трансмаш Даже Замес С инженерами Не знаем И У него Проблема Реальность Продажи Своей Продукции И государство Насильно Заставляет Ну Понятно РЖД И тому подобное Покупать Сталь Потому что Китайская Дешевле Китайская Лучше Лучше Вопрос Конечно Но Дешевле Ну Вот Там Он был Близок К вымиранию Недавно Это Огромный Завод На нем Работает Ну Наверное Тысяч Ну Двадцать Пять Точно Со всеми Считать Наверное Есть Вот Ну Кормит Целый Город Если На Кузнецке Закросят На Кузнецкий Металлургический Завод Ну Там Будут Крупные Проблемы Вот Междуречес Шахты Там Была Проблема Шахтеры Собственно Доставали Кемерово Вот Здесь В Кемерово Ну Либо Проживают Шахтеры И в Кемерово Есть Химическое Производство Живое И Достаточно Прибыльное И В Кемерово Есть В принципе Всякие Штуки Тоже С цветной Металлургии Связано В виде Ну Каких-то Вещей В общем Для Даже Не оборонки А для Железоделательных Машин Зубцы Всякие Для Крупных Машин Типа Белазов Всякие Запчастики Вот Кемерово Был Очень Сильный На волне Связи С шахтерами КПРФ И РКРП КПРФ Там Ну В общем Превратился В совсем Плохой Элемент Потому что На последних Выборах Они Наверное Так везде Происходят Но У нас В Омске Так явно Это не Происходило Они Поддерживали Прямо Купного Буржура Владельца Заводов На то Что он Пошел На выборы За него Голосовали И один Из этих Лозунгов Говорил О том Что Революции Уже Закончились И пора Нормально Договариться С буржуями Короче Какой-то Молодой Человек Мне рассказывали Который В КПРФ Начал Рассказывать О том Что Ленин Читал Какие-то Книги И мы Пшли И сказали Что Ты у нас На собране Не читал Книги Ленина Время Насколько Мне рассказывали Здесь тоже В 98-х годах Блокировали И дороги И Трансибирскую Магистраль И все Что только Можно И что-то На счет Этого Выбили Все шахтеры Собственно Как мне говорят Во многом За счет Тех протестов Они хоть Как-то Живут Сейчас Потому что Их опасаются Вот Это Остатки РКРП Сейчас там Очень маленькие Но Они к себе Привлекают Молодежь Потому что Все Кто там Начинает С Что у меня В городе Есть связан С левым движением Они узнают От РКРП О тех Митингах И В РКРП Вокруг них Присутствуют Некие Такие Организации Каждая Со своим Названием По два По три По одному Человеку Ну там Прям их много Они друг с другами Связаны Делятся Все В основном По отношению Сталин Троцех Ленин У всех Наверное Так Их там Много Они иногда Все собираются Проводят Общие митинги Иногда Какие там Диступления Рабочих Поддерживают Я вот Лично Не знаю Что В том Что Пытается Взаимодействовать С Сибирским С РКСМ То есть РКСМ Представляет Все-таки Силу Придем В Западной Сибири Но Ну такую То есть Наверное Если вот так Посчитать По количеству Тех людей Которые знают РКСМ И РКСМ Каждый раз За счет РКРП Вот здесь Проводят Ну В разных Пестах Лагеря В общем Такие Летние Может Приехать С другими Лагерями Пообщаться Ну Наверное Эти лагеря Человек Стоун Где-то Собирает С различных Регионов Поэтому Люди Так В общем Узнают Да Екатеринбург Вот Тут Горел Екатеринбург Просто Я сказал Что Не только Сибири Будет Немножко Екатеринбурге Тоже Скажу Потому Что Екатеринбург Я буду Не о нем Так Рассказывать С После Москвы И Петербурга Не знаю Есть ли так Или нет Но Считается Что Деньги Все В Москве И Петербурге И немножко В Екатеринбурге Вот Всем остальное Чуть-чуть Перепадает Там Ну Очень много Чего про него Говорить Но я не знаю Вообще Про левое движение В Екатеринбурге А Немножко Да Я знаю Про чуваков В этот раз Я когда ехал Меня там Познакомили С определенными Людьми Которые считают Что вообще Самая главная Левая организация Это конспирация Конспирация настолько Что они говорят Что у нас Каждый член Не знает Больше Других членов Остальные Всего три Нет Они мне говорят Что их там В организации Что 7 человек Но никто не знает То есть Я знаю своих партнеров А мои партнеры Знают Моих партнеров И я когда с ним Встречался Он мне не назвал Ни свой имя Ни фамилии Короче И сказал Что вот Это вообще Мы считаем Что все Левые организации Развалились В России За то Что они Конспирировались Нужно глубоко Быть законспирированы Потому что Тебя не то Все А у них В личке были Цифры Чем пришли Нет Он Просто Я даже Списал Как называется С их организацией Но он Смел Что это просто Движение За вооружение Конспирации Ну а я спросил Как у вас Проходят кружки Он у меня Сказал Что так Вот у них Они договариваются Литературе И они Вот распространяются Сначала Лойко Пообщается Потом другая Лойко Так это Идет Но это Просто Не знаю Вообще Но Другой стороны Они поддерживаются Мир связи Не знаю Нас тоже Насколько Давно В общем Мало Мне так Но В Екатеринбурге Вот видите Такая большая аула Здесь есть Несколько Интересных Мест Во-первых Где он Тут у нас Здесь Нижний Тагил Собственно Где-то Здесь Короче А вот Нижняя Тура Качканар Потом Все наверное Слышали Нижний Тагил Потом Вот у нас Салбы Павда Вот она Североуральск Вот он Вот и на Черемухова Где-то Здесь Должен быть Пышма Первый Уральск Должен быть Новый Уральск Должен быть Кальницкий Уральск Должен быть Тарица Должна быть И вот там Сахина Вот это все Что я называл Это предприятия Крупные Ну Крупные Для этих городов По 2-3 тысячи человек Не знаю Для Питера Которые Реально работают Где-то подыхают Где-то не подыхают Но Они работают И Они имеют прибыль Чем бы там Не говоря Я все-таки Имеют прибыль Те Металлы Которые они Производят Они Ну Очень редки И Ну Умеют цену То есть Вот на наш завод Тапонский метросмарш Они поставляют Ну Много своих продуктов Стоит В каждом из этих Городов Просто мы связывались Периодически ФНП В Союзе Которые там есть Это в основном ГМП Горно-металлургический Союз Он Ну Я бы сказал Что ли Но периодически Так Как бы Под давлением Не знаю Масли Не масли Он периодически Из Вот как у нас ФНП Вообще никакой Он периодически Делает что-то То есть Например В Качканаре Ну Кто знает Тот знает Они там В последнее время Там своего Певцов Кому-то его зовут Может быть Ошибся С фамилией Председателя Провели там Верх И он Несколько раз Инвлекивал Повышение Заработной платы И они Отстаивали Понижение Каких-то Разрядов В Нижнем Тагиле Есть Нижнетагийский Металлургический Кабинат На котором Сейчас возник Вот этот Профессоюз Солидарность Я так и не понял Что за профсоюз В общем Он себя провоцирует Отдельно В МПР Хотя так же Северсным Профессоюзом Работает Но Периодически Он тоже Там Пакетактис Проводил То есть Они там Вроде бы Остановили Какое-то Увольнение Тоже Которое шло Массово И где-то Вот там Снизу В Канецкий Уральский Первый Уральский Когда делался Трудный завод Вот новый Который сейчас Производит Трудный Для Тюмени Они Собственно Сразу же При приеме на работу Провели Какие-то стихи На акции Зарплату Повысили Ну что-то В полтора раза И так далее То есть Периодически Проводится Но Периодически Какой-то из этих Городов Просто Помирает Потому что Вот редкий Металлург Есть такая Фишка Что Ну сегодня На нем Цена такая А завтра Маленькая А ничего Другого Кроме этого Они делать не могут И Ну он просто Помирает Закрывается Потом Часто Требезан Открывает Люди Как бы Едут Екатеринбург В общем В Катеринбурге Много таких Полупоселков Беднянского Типа Трущоб В которых Люди Собираются Потому что Делать Больше нечего А вот Теперь Если говорить Про левое движение Кроме того Непотичного Периодически Вот с нами По крайней мере Контакты Выходили Люди Которые И вот в интернете Я знаю Они есть Люди Которые Ну как бы Видят Это все В основном Это молодые Политари Ну не знаю Как их Назвать То есть Молодые Рабочие Которые Пришли Начали работать Проблемы Возникают Ну они понимают Что никуда не деться Но головами Все таки валят И они хотят На этом разобраться Кстати За последнее время Я не знаю Опять же Как здесь У нас На промышленных Предприятиях Очень помолодел Состав То есть Наверное Теперь уже 70% Вот теперь Наверное Уже 70% По крайней мере На Омску А работающих Там Вот именно Рабочих Это люди До 30 лет То есть Очень помолодел Ну Пришло И причем Очень много Именно То есть Мы очень часто Наталкивались Что этот человек Я не знаю Окончивший университет Получивший высшее образование Но проще Что прошедшего Работа Токаря Ну просто Потому что Токарем получают 45 А преподавателям Университет Не знаю Там 15 И таких Очень много То есть Не знаю Я рассказывал Акекдотичный случай Что Ты приходишь Общаться с рабочим А он тебе Сам начинает Уж у тебя Рассказывать И вот у нас Сварщик был Который Я не знаю Он тебе Потом вечер сидит А вы знаете Про Кавку Начал что-то рассказать И так далее Литература Выяснилось Что он Как бы Доктор Кандидат Каких-то наук В общем И он про это В свое время Делал диссертацию Он сейчас работает На заводе Сварщика Ну Такое распространено У нас По крайней мере Это Пермь Тут что слышал Про Пермь вообще Классный город Хорошо Где расположен Где Начался Пермь И просто А где Казахстан Ураль Западний Урал Севенбург Это рядом С Кировом Короче Не будем Как устанут На восток Да Ну в общем Хорошо Про Союз 10 Ну правда Там совсем Про Союз 10 Он все-таки В Ижевске В Ижевске Да Самое главное А в Пермь Нет я не знаю Вообще Случай Про Союз 10 Вот Про предприятия Еще не знаю Там просто есть Кутные предприятия Которые все должны Модовелихинские Заводы Нет Слышали Комплексы с 300 Короче Ладно В общем Там есть Кутнейший Модовелихинский Правильное Создавление Что такое Да Есть Да Только там В окрестностях Да Как там Закамье Называется Что в реках Протекает Приток Волги Вот Да Пермь Для меня Оказалось Все таки Во-первых Модовелихинские Живые Работают И Ну Государство Тоже Продержит Как и Другие Оборонные предприятия Как на плаву И Житвы Не знают Ничего Они Выпускают Комплексы С-300 С-400 Кто не знает Это Зенитно-ракетные Комплексы Которые Очень Ну Распространены Реально Наверное Покупают Ну По крайней мере Это Какое-то Количество Вот Тоже Супер Не могу Ввести Но Работает То есть Там Не 300 Человек Левое Движение Перми Я О нем Много Не знаю Но Оно Достаточно Такое Ну Как Я не знаю Сказать Ну Хорошие Оно В общем Глубокое И Так В общем Там Люди Которыми Я Общался Которые Знают Все О Левом Движении Начиная С 90 Годов Как Чем Проходили И так Далее Вот Так Чтобы Теперь В общем В Перми Теперь Здесь Немножко Проще Там Я Везде Рассказывал О БРКРП И КПРФ Здесь Люди Участвовали Вот Я забыл Как это называется В общем Движение Дальцова Это Широкий Фронт Левый Да Левый Фронт Здесь Люди В основном Оттуда Остались То есть Это Левый Фронт Либо Левый Блок Который Как Тоже Сделал Фронт И был Связан Так Я не понял Чем Они Отличаются Вот Они Все Собственно Здесь Выходили На Болотной Площадь И Тут До Москвы Недалеко Ездили В Москву Кто-то Ездил В Москву И В общем Как-то В этом Участвовали Потом Когда Это Все Развалилось Кто-то Ушел Просто Семейную Жизнь Кто-то Разочаровался Кто-то В общем Ороткался Кто-то Остался И Начали Люди Ну Что-то Нужно Делать Не только Пикетами Как-то Еще По-другому Жить Здесь Образовалось Движение Называется СССР Движение За социальную Справедливость Мальцева Да Ну вот Про нее Собственно Она Здесь Я ее Собственно Не видел Но Я видел людей Которые С ней Это делали Она Здесь Организовала Какое-то Движение Против Жилищно-коммунальных Услуг Чтобы Дом Передавать Полностью Не ТОСу И не Какой-то Жилищно-коммунальной Конторе А Ведение Коллективных Граждан И у нее Там По-моему Несколько Домов Конкретно Ведение Коллективных Граждан То есть Они На своем Конкретном Собрании Все Вопросы Решают Она Поддерживает Эти дома В таком Борисовом Порядке А был В этих Домах Там Площадь Делится Коллективно Ну То есть Они Как-то Решают Ну Так Внушаются Собой Книг Уважения Небольшие Дома Покетажные Вот Вокруг Этого Всего Тоже Крутилась Молодежь Потому Что Как я Помню В Перми Ну После Болотной Площади Это Было Такое Как Движение В котором Можно Было Час Чего Добиваться Вот Они Там Участвовали После Этого Были Попытки Создали Пусть Знава Пров Ходили По Заводам Раздавали Какие-то Газеты Листовки Пробовали Все Это Делать Ну Со Время Привело Это Никакому Результату И Люди Так Тоже Начали Другими Заниматься И Вот Одна Там Организация С которой Собственно Встречался Одной Левой Называется Или Нет Ну Да В общем Здесь Они Собственно Занимаются Тем Что Они Кружок И Все Кто Приходит На Кружок Они Сначала Занимаются Спортом А потом После Спорта Заходят В Комнату И Начинается Лекция Короче А Зачейком О Коммунизм И так Далее Есть Такое Я Был На Собственно Кружке Там Сколько Человек Они Участвуют Это Есть Второе Движение Это Движение Связанное С Движение Как Завод Есть Контакты Пока Больше Не Знаем Они Сейчас Взялись За Инициативу Тоже Распредел Спространять По Предприятиям Есть Еще Такая Штука Которая Приезжала Мне Остановиться Переговорить С Ними У Нас Второй Товарищ Зовска Он Все Время Через Другие Группы И Контакты Кидал Всякие Риски Рабочие И Далее Люди Говорили О Да Нам Нужно Я С Ними Заезжал Разговаривал И Тут Заканске В некотором Стоянии Строительный Завод Мне Рассказал Второй Группнейший В России Речной Он Работает На этом Заводе Он Говорит Что Там Работает Много Людей Достаточно Прибыльный И Он Вышел Мне Рассказал Что Был Когда Буржуин Не Как Он Говорит Такой Сейчас Я Говорит У него Какой-то Кружок Там Есть Он Поддерживает Работу На этом Заводе Сын Там Работает И Они Сыном Комму Пытаются Создать Я До Конца Не Понял Но Возникает Некое Движение Которое Среди Нерабочих Завода Не За Какие-то Страны Что Меня Удивило Они Не За Экономические Права Пока Что Горятся Потому Что Как Они Устраивают И Они Просто Проводят Там В Перекурах Какие-то Лекции Прям Там На заводе Все Среди Рабочих Общается И Многих Привлекает Что Делать В Перекуле Ну Прикольно Поговорят Здесь Такие Такие Вещи Ну В общем Какая-то Такая Штука Происходит Я Повел Как Пример Еще Там В Перми Есть Вестник Бурь Я знаю Кто-то Тоже Печатает Еще В Перми По-моему Даже Из РСД Кто-то Там Тоже Мне Говорили Люди Отдельные Есть И Есть В Перми Еще Какие-то Другие Организации В Перми Люди Присутствуют Ага Нет Все-таки Есть Киров Вот Кировская область Киров Здесь Про Киров Интересную вещь Я рассказал Которая меня удивила На самом деле И Киров Маленький город Четыреста тысяч Как мне Рассказали В принципе Он промышленный Такой Сельхозяйственная Промышленность Там есть Как мне рассказали Мучной комбинат Есть Какое-то Химическое Производство Есть Что-то Перерабатывающее Из Сои Вроде бы Из молока Молокозавода Месозавода Ну что-то Такое Я встречался С местными Девоками Которые Связаны В том числе С Нижним Новгородом И Казанием Казанием Вот И Казанием Вот Как-то Они там Связаны Полностью Молодые Они вышли Из РКРП В Кирове Есть Трул Вот Собственно В Кирове Был крупный РКРП Филиал Потому что Его поддерживал Местный Трул Который Как я понял Деньги туда Какие-то Кидывал И за счет Этого Они Наверное В общем По сравнению с другими регионами Там достаточно крупный До сих пор КРП Филиал Остался Они там Состояли Молодежные Чуваки И в какой-то Момент Он сказал Сейчас нужно Такого-то Депутата Продвинуть На выборах Все дела Они говорят Ну давайте Без проблем Он хотя бы Поддержит Коммунизм Он говорит Да это не важно Он говорит Да важно Собрали В общем собрание Пошел Депутат И они к нему Спросили А как вы относитесь Коммунистическим Он сказал Да вообще-то Вы знаете Маркс устарел И сейчас Все нормальные Люди За нормальное Развитие капитализма Ну и после этого Они собственно Поругались С первым секретарем КРП И вышли Потому что Ну как они сказали Так же невозможно Вот Я с ними Пообщался И мне показались Интересными Думя вещами Во-первых Они такие штуки Интересные Озвучивали С которыми Мы тоже сталкивались На практике Они то есть Как и все Леваки Там со временем Задумаются Вот же В книгах Писаны Пролетали Нужно идти делать Профсоюзы И все дела Они шли и делали И встречали Ну как бы Не получался Вот Из этого Они в принципе Адекватно восприняли Ну как бы Те вопросы Рабочие перед ними поставили Рабочие перед ними Поставили следующий вопрос Зачем вы это Идете делать Ну зачем вам Это надо То есть вы Человек Не знаю Ну если быть бедный То ну иди Зарабатывай себе Если не бедный Зачем ты пришел И нам Скажешь Тебе зачем Вот А второй вопрос Который они у меня Задавали Типа Ну окей Ты вот говоришь нам Как бы Вот я сейчас рабочий И вот мы когда Сделаем по Союзу Мы решили проблемы А чем между этими Думя этапами Не делать То есть Меня уволят между Думя этапами Не знаю Зачем мне Как бы жить Вот И на эти два вопроса Они не смогли найти ответ Ну то есть Они решили собственно Что по Союзу Устарели И Ну ими Закинаться не нужно Они создали Там так называемую Сеть солидарности То есть Короче Ну в принципе У них это получилось Смотрел Даже как это работает Когда человек берет Ипотеку То он платит Потом Ипотечный взнос И В общем Процент по Этим ипотеке И иногда Как они выяснили Ну в общем Выше Чем если бы ему Товарищи Скинулись И дали бы За меньший процент Они в общем Создали свою Сеть солидарность Который человек Может прийти Сказать Я взял кредит в банке У меня там процент Такой-то Можете ли вы мне Его как бы Перекредитовать За меньшие деньги И они посчитывают Скидывают деньги Говорят Окей Мы тебе можем Под 10 процентов Короче Как организация Дать Ты нам потом Каждому вернешь Ну и вот Такой они вещь Создали Финанс Все оформляется Договором Чтобы их не обманули Юридически Все оформляется Ну и как-то у них Работает А он пытается Среди вот этой Сети солидарности Такой финансовой Ну как бы Рассказать Что это вот Солидарность Солидарность Это левый принцип Видеть это работает Ну то есть Как-то общаться Вот Это первое Второе В этой сети Солидарности Что они делают Они Ищут в общем Продукты Продукты Оптом дешевле Они ищут Какие-то Продукты Оптом И среди своих Членов Распространяют Более дешевую цену То есть например Далеко закупают Хорошую картошку По дешевой цене Скидываются на общий склад Там хранят картошку Потом ее распространяют Более дешевую цену Ну и третье Что они делают Это Они среди себя Сделают Некую такую Биржу труда В которой Раскидывают Вакансии О которых Знают только они И они могут Порекомендовать Тебя туда Устроиться И вот И они Третье Что интересное Киров Это Ну где-то Тут Волга В общем Голосского региона Они Морицы Большей частью И В общем Я когда с ними Пообщался Я выяснил Что у них Очень много Жива Просто я не знал Что здесь В западной России Есть Какие-то Национальные Крайны Кроме Кавказа Оказалось Есть И в общем У них Есть Некое Такое Ну Они хотят Чтобы их Называли Морицы Они хотят Ну как бы Это я понимаю Не коммунистически Но просто Такое есть Они хотят В общем Некую Такую Вещь С этой И они Мне рассказывают Что у них Тут идея Созрела Создать Советскую Короче Приволжскую Республику Из жителей Чуваши Мориэл Мордорий И вот И Пермяков В общем Короче И Вещь такая Чтобы У них Был коммунизм Отдельный От русских От русских Да В общем Вот такая Вещь есть И они На основе Этой Вещи Создали Какие-то Там Отдельные Связи В общем Как-то Друг с другом Они взаимодействуют Такие Полуидеи Фигурируют Смешные Не смешные Но вот Есть такая Вещь Просто Я про это Хотел сказать Но Из того Что они Делают Кроме Сетей Солидарности Как он Мне рассказал Они тоже Проводят Кружки Я был Наоборот Из этих Кружков Ну Нормальный Стандартный Кружок Плюс Распространяет Ну какую-то Такую Литературу И Даже то Что говорили Про вот эти Вещи Это наверное Такое Выше Смех Ну Чертков Ну Есть такая Вещь Про Киров Из интересного Там В общем Вокруг Кирова Есть всякие места Революционные Ну Вот Они Проводят Экскурсии Я Влевоков Кто-куда Приезжает Здесь должен был Где-то быть слайд Про Омск Наверное Про Омск Я тоже расскажу Без слайда Я не призвел Слайд Кто что знает Про Омск Борг Летофакуна Еще Хорошо Я не знаю Еще что-то Нет Все Плохо Птицы Стандартные Потому что Из Омска Ехать Нельзя Ну да Есть такие фишки Омск Очень на самом деле Промышленный город У нас расположен Нефтезавод Сибнефтийский А сейчас Он крупнейший Он загрязняет Всю Атмосферу И На нем Работает Очень много Рабочих Но при этом Там Так как это Нефтезавод И Газпром Там большие заплаты И туда Устроится Поплату Там очень много Держится На таких родственных связях Вот Кроме него В Омске Еще очень много Предприятий На нефтезаводе Наверное Если собрать Вот так Все Все Там Наверное 40 50 тысяч Точно Работают Вот На других Предприятиях С которыми Мы собственно Имели Связь На трансмарш Работает Около Пяти тысяч На шинном Заводе Около Пяти тысяч На каучике Около Семи тысяч Наверное Работает На Барионе Ну тысячи Две с половиной Работает На Я не знаю Попова Ну тысячи Две с половиной Работает На полете Это тот завод Который Производен Ракету Ангару Вот Но Ее корпус Ну раньше Десять работало Сейчас я не знаю Она уже спустилась До четырех Плохо всего В космическом Общество На Бараново Барашки Там всякие Самолеты Строения Тоже Тысяч Сколько Две Три Работают В общем Это только Далеко не все Предприятия Омцы Которые работают И там люди Работают Вот В последнее время Очень удаются Тоже молодой состав Очень много Молодых Работчик И Все Вот Эти Рассказыв Которые Приводил Они Оттуда Собственно Ну Омский Делали По Союзу Убра На Трансмарш Вот Проводили Там Ну Мы отстояли Воскрещение Которые были Там Металлургов Вот После этого Там В тех цехах Металлургических Ну Много народу Так перебывало И это Нам помогло Набрать Себе Людей Тоже Мы тоже Не впечатляемся Какой организации Омский Потому что На самом деле В Сибири Так проще Когда ты Как бы Объявляешься Какой организации Ну То есть Ты живешь Себи Это далеко Тебе приезжает Я не знаю Какой-нибудь РРП РСД Я не знаю Кто угодно Короче Тебе прикольно С ним пообщаться Ты представляешь Какой-то организации И сразу вызовет Ну какой-то определенок Тебе предрасположит Ты будешь И говоришь Мы никто И это так и есть Как бы И человек Ну Каждый Тебе пытается Либо говорить Либо что-то рассказать Ну У нас есть люди Которые стоят Сразу В пяти Организациях И РРП И РСД Короче Все Все Кто угодно У нас есть даже чувак Который, кстати Я его знал Платит взносы Короче В три или четыре Организации Но он говорит Что какая-то выстрелит А он По статистике У нас В Омске Собственно Мы все проходили Через КПРФ Там В КПРФ Как-то КСМ познакомились Потом Познакомились Вообще Через профсоюз Ну И начали Что нужно Как-то общаться Начали на кружке Общаться Тоже Проводить По жизни Этот кружок У нас сейчас Там проводят Студенты Кроме того К нам Внутрабочие Несколько подключились Ну где-то В Омске У нас человек Не знаю Наверное Двадцать Ну сколько-то есть Вот Чем мы занимаемся Мы занимаемся Вот той схемой Которая Сказала Про газету Барнову Лет Собственно От нас пошла То есть Мы ее в Омске Тоже так и делаем Мы выпускаем ее Ежемесячно У нас называется Газета Защита Ну Сколько мы ее уже Выпускаем Ну наверное С ноября Того года Вот До этого Мы распространимся Завестник Сейчас Газета Защита Ну и Ну как бы Единственным успехом По которому Мы пока считаем Что у нас где-то Наметились Какие-то Союзные ячейки Но именно Наметились То есть Объемные условия Не получается Ну и во-вторых У нас есть Объемная Большая база Контактов С которой Мы сотрудничаем Мы действительно В городе знают Газету нашу Среди рабочих И знают Что вот Если какая-то Есть проблема То туда надо Первым делом Написать Ну такая есть Удивительно Что ты приходишь К другому предприятию На котором Ты не раздавал Раздаешь ее Рабочие ее сразу Узнают А потом Некоторое время Входят охрана И говорят Мы знаем Что газета И идут Подальше Ну не знаю Какой-то такой Пафс вызывают Вообще Вот Ну наверное Черт Больше нечего Пропускаем Сказать Собо Про кружок У вас же есть Ну да Я сказал Да Проводят кружок Кружок У нас проводится Как Пытались проводить По-разному У нас проблема Проблема Кто-то здесь озвучил Что нормальные люди Вообще уезжают И остаются Ну не то что Не лучшие Ну в общем Определенно У нас проблема Допустим с лекторами Есть То есть Ну Мы не читаем Книг Там И по марксизму И по эминизму Для нас Самим сложно Там понимать И так И так И подобное И мы просто Сами пытаемся Понимать Сами проводим Какие-то лекции Иногда Как-то и получается Иногда И получается И Ну У нас в основном Проходит так То есть Мы его проводим Каждую неделю Туда приходят Ну стабильно В последнее время По 20 человек приходят И Мы Как бы Вначале Просто выбираем Человека Который будет Следующий озвучить Он предлагает Тему Несколько человек Предлагает Тему Мы выбираем Тему Которую озвучить И он Следующий раз Озвучит Из интересного Чего мы не ожидали К нам Очень много Пошло Университетских Преподавателей Ну прям Мы не ожидали Преподы По философии Математики Пришли Преподы И они сейчас Проводят Сами Вот эти вещи Они оказались Такие Очень Ну как Коммунистически Настроенные Даже на развозке Ездят Очень интересно А вместе С ними Пришел Некий поток Студентов Потому что Он там У себя Рассказывает Кроме Этого Мы выяснили Что В последнее Время Пошла Волна Таких Псебель Кружков Там Какие-то Группы Вконтакте Образовываются Человек Говорит Что Есть Три-четыре Таких Пушка Которые Марксистские Которые Проводятся На них По четыре Человека Есть Есть Тебе Больше Есть Тебе Меньше Но Они Периодически Проводятся Разными Странными Людьми В том числе Один из них Ходит Сталина И Говорит Что Я с вами Не буду Разговаривать Разные Говорят Это Все Вот Извы День Но В принципе С ним Можно Говорить Вот Есть Человек С которым Нельзя Говорить На самом Дед Наверное У вас Тоже Такие Есть Потому Что Он Пришел К нам А потом Сказал Что Мы Все Оппортунисты Здесь И После Сказал Что Я Не Пожам А Первый Столб На котором Повешу Будете Вы А не Буржуи Более Глоб В Гиби Рабочего Класса Ну Вот С Таким Пафосом Главное И Сказал Кстати В Кирове Я говорил Они рассказывают Мне тоже Интересный Случай К ним На вот Эти кружки Ходят Дед Они его Называют Атомные Дед Он на полном Сереге Рассказывает Что Когда Ленин хлопает В мире Происходит Атомный Изрыв А все Мы Живем Только В своем Разуме Ну И Короче Коммунизм Это Полностью Понять Свой Разум И То Что Произошло В Коммунизм Прямо словам И Состоит Ну Пацанов Крым Такая Тома История Атоктирует Серьезно Вот Каждый день Новые знания Теперь Почему Здесь написался На Петербург Собственно Ленинград Собственно Ну Как-то Считается Что Москва И Питер Это Все-таки Одна Судебная Вот Даже Омск Есть Иркутск И От нас До Омска Ну От Омска До Иркутска Их столько Что До Москвы Но Омск Иркутска Все равно При всем Прочем Мы Больше Коперируемся Чем С Москва Потому Считается Что Москва Иркутска Зажавшиеся Буржури Которые Играют В интеллектуальные Игры И Больше Ничего Не Помеют Вот Ну Такое Есть И Поэтому Я Сейчас В Таком Небольшом Резюме Расскажу Просто Какие У нас Есть Мифы Ну Возможно Не Мифы О том Что Здесь Происходит И так Далее Во-первых Ну Как бы Ну Считается Обычно У нас Что Ну Как бы Питер Это Город Первой Русской Революции Здесь Студенческий Город Кроме того Там Был Профсоюз На Форде Кроме Того Здесь Очень Много Предприятий Здесь Вообще Наверное Леваки В огромном Количестве Уходят Массами Короче Рабочий Класс За них Ну То есть Питер Во всей Заврора Стоит В конце Концов Вот И Ну Не знаю У нас Есть Такое Поверие Что Каждый Левак И по себе Должен Побовать В Питере Кому Я не знаю Страны Вот И Но Второе Когда Люди Начинают Изучать Сайты Выясняют Что Левые Организации Как-то Себя Либо Они Глубоко Законспиривают Либо Ну Что-то у них Происходит И Ну Нужно Считать Что Сибирь Это все равно Такая Патроналистская Все-таки Мы все Обычные Ну Немного Читали Скажем Вот И Свобода Тоже Доходит Осколками У нас Обычно Считается Что Здесь Люди Занимаются Всего лишь Ну Так Пропагандируют По телеку Как-никак Это влияет В том числе И на нас Что Здесь Леваки Занимаются Только Геями Животными Там Я не знаю И Там Еще Какими-то Вещами Они Больше Ничем Не Занимаются Живут В этом Мерке Не Хотят Никого Коммунизма И Только Вот Там Издают Зубодробительные Книжки Которые Больше Никто Не Считает Вот А Еще Они Подрались Все Друг с Другом Никто С Кем Не Общается И Поэтому Когда Там Лево Движения Не Будет Собственно Ну Вот Вкратце Веземир Все Мифы А Питер А в Москве У нас Еще Больше Что Там Все Ну Собственно Как бы Москали Вот Они Там Вообще Поделились Друг с Другом И Там Периодически Собирается В какие-то Группы Что-то Делает А потом Опять Распадается И Неизвестно Вообще Они Может Там Вообще На пол Либеральной Большей Частью И Вообще С Коммунизм А Не Огромное Количество Групп В интернете Которые Они Поддерживают Считается Что Это В том Числе На Деньги Кремля Здесь Есть Такой миф Не Рассказывают Что РАЗД Спансируется Кремлем Чтобы Иметь Крючки На то Чтобы Ловить Лево Сетки Закинутые В это Чувак Захотел Считать Лево Его Поймали Притянули Сказали Чувак Ничего Революции Не Можно Ну Как бы Это Такой Пафос Провинции Ну Вот Еще Слайды Чего Из этого Правда Чего Нет Не Хотел Узна Какие У вас Есть у них Провинция Семьи Сейчас Я еще Постою Есть ли Слайды Вообще Кстати А Ну Вот Собственно Провинция Ну Это Наверное Не знаю Мне Привалась Самая Такая Фотография Которая Прям Не знаю Животопич Вот так Большей Частью Выглядят Ну Как бы Тут Ничего Такого Так Так же Выглядит То есть Это Серое Не знаю Какое-то Здание С кучей Машин На Грязюке Ну Какое-то Такое Вот И это Ребенок Ложе Купает Ну Нет Такое Все-таки Нужно Постараться Но Ну В принципе Где-то Вот Так Но В общем В целом Наверное Это Никому Не секрет Что Все мечтают О каком-то Возврате Светлое Будущее Именно Возврате Больше Частью Вместе Я сейчас Не прилегу Кого Именно Возврате Светлое Будущее И они СССР Но Это Именно Для них Такое Ну Это Миф Который Может быть И государством Поддерживается Который Существует И так далее Что Мы должны Вернуться В это Будущее Мы должны Дождаться Некого Лидера Который Крепит Вперед И мы Все За ним Идем В последнее Время Это ломается И это Хорошо Потому что У меня В детстве Это было Намного Сильнее Все Мои Бабушки Дедушки Родственники Только Мечтали О том Что Времен Сталин Ленин И короче Всех Поведет Вперед Опять Скинуть Этих Олигарх Все Ставит Прекрасно В последнее Время Это Меняется Потому что На самом Деле Пришли Вот Та Молодежь Которая Пришла И которая Она Ну так Скажем Вот эти Сытые Путинские Годы Самые Начальные И Страх Перестройки Они Не испытали Это Было Для них Либо Студенчество Либо Совсем Молодость И Они Видели Идет Краху Краху А бояться Нечего Мы Ничего Хуже Не Видели И Ну Очень Много Молодых Людей Так Скажем Которыми Я знаком Общаюсь Которые Совсем Не левые Но В общем И целом Они Все Ну так Ну Пассионарны Слово Нехорош Тем не менее Вот Какой-то Некий Заряд Энергии Есть То есть Навальный Не зря Зашел По крайней мере В провинции Я знаю Точно Что И послезавтра У него будет Одно и то же Ему хочется Что-то изменить И он ищет С этим Всяческий способ Ну То Ну Да Я не знаю Но при этом Есть такая фишка Что Вот Все Левые С которыми Я общался От Ну Все Которые Я знаю Они Не знают Что такое Левые Ну То есть Я не могу Дать определение Вот Левые Что это Такое В общем В целом Потому Что Все Очень Разные Очень 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 Разные Иногда Там Вообще Близко К правым Называют Себя Левыми А иногда Близко К либералам Тоже Называют Себя Левыми Ну Возможно Тем не менее Ну То есть Я не могу С того С кем Я пообщался Дать Какое-то Определение Вообще Левые Возможно Не нужно А возможно Нужно Оно Очень Разное Это Прям Очень Сильное Разное И Вот Так Есть То есть И даже Идеи Какие-то Мечты Они Разные Разные Ну Наверное Единственное Вот Чертел К этому Слайду Подвести В конце Единственное Что я Выяснил Вот Четко Могу Сказать Но Вообще Это Наверное К провокам Подходит Все Вклады В коммунизм Равно Счастье Все Какое У каждого Разное Методы Ну Тут Да Я Привел Фразы Которые Я Слышал Различные О том Каким образом Ну то есть В общем В целом Среди леваков По крайней мере В Сибири Сейчас Такая вещь Ну может у вас Здесь есть Тем не менее О том Что все-таки Мы должны действовать Как-то В духе Старого Времени Поднимать То есть Рабочий Класс Его Организовывать И Собственно Дальше Менять Экономическую Систему Какие-то Образи А вот Какие методы Они предлагают Все наверное Старые Которые Вы слышали Во-первых Информацию Наносить До рабочих Информацию Брать От них Информацию И каким-то образом Их вплачивать Объединять Дальше Возникает Больший У нас вопрос О том А рабочий Класс Кто он Является Программист Рабочим Классом Является А и Б Вот Воевать Или погреб Ну в общем Поэтому Тоже действует То есть Грубо говоря Здесь В этой фразе Когда чувак Про меня говорил Он вкладывал следующее Воевать в открытую Или уходить в погреб Ну то есть Либо делать так Чтобы Ну Всячески Подстраиваться Подвлачить Тебя везде Пускали Коми Мигрировать Но при этом Ставаться собой Либо Объявлять себя В открытую Поговорить себе В открытую И идти в открытую То есть Вот такие споры Поднимается вопрос А поднимается Хлеба Это у нас чувак сказал Это имеется ввиду о том Что Идти к рабочему Говорить о том Что как бы Ну Не являясь Не находясь Его условия Сложно Что необходимо И ведут споры Необходимо ли Пройти вместе с ним Вот эту дорогу Там не знаю Вот проработав Там месяц И тут разговор о том Что каждый левак Обязан месяц Проработав вместе с ним На рабочем месте Вернуться Я просто говорю А какие споры Вот они есть То есть есть С ним кашут Или нет Понять и убедить Ну тут споров нет Ну собственно Здесь просто Что необходимо Понять вообще Ну как бы Рабочий класс В том числе молодой Который пришел Не молодой Понять вообще Ту аудиторию С которой мы работаем Попытаться как-то Убить на ее языке Но как это сделать Если Ну большинство леваков Так или иначе Приходят Так скажем За Шорина Сложными словами Иногда их Даже не понимая И Ну В общем Тут находить язык Учиться Ну как Тоже вопрос Потому что Ну Главный вопрос Который себе задают Все же знают Что марксизм Это живая наука Она должна как-то Развиваться А все В общем и целом Знают только Марксизм Вот Классический Да И Тот который Ну еще дальше То есть Вы кто-то нам Рассказывали Он какой-то Вообще Сложно Сочиненный Я пытался Марку зачитать Я не понял Ну то есть Я понял Не знаю Но Сложно Мне заходило Вот А люди Там Я Сера Помню Питатский И так далее И он Сложно Понимается И как Вот это Все Разбираться Очень сложно Непонятно Особенно Это все равно Это тоже 20 век Конец 20 века А что там Дальше Происходило И как Я вообще Развивался Он тоже Вопрос Как Стоит Типа Заря Встает Коммунизм Мы здесь Люди Собрались Спасибо Когда вопрос Ты говорил Что Выходит На Митинге Навального Много Простых Людей Видимо Старого Советского Склада Выходит На Митинге Навального Что делают Левые Сибири Условия Постежители Приходят Примоним Или нет Ну Вообще Да Разно Надо Сказать Что Интернет Внес Свою Вещь Левые В Сибири Разные Они Все-таки Кроме Того Что Они Есть Офлайн Они Есть Онлайн И Они Некую Позицию Из Интернета Транслируют В том Числе Беря Ее Который Пропагодился Интернет Очень Много Левых Как Ну Я Сейчас Ничего Не Осуждаю Не Высказывают Просто Факты Они Как бы А Считают Что Митинги Навального Это как бы мелкая бужуазия Как и Митинги дальнобойщиков И туда Нанусываться И нужно Занимать Своим Делом Б О том Что Нужно Приходить И Перебеждать Пытаться Не Видам Какого Результата И С О том Что Нужно Хотя бы Просто В этом Поучаствовать Чтобы Знать Об этом Понимать Что Из Совпало С этими Тарифными Войнами И РКСН Как-то В этом Участвовало И Перевело В Тарифные Войны Но Конкретные Методики Я Не могу Сказать Что Из Концесс Сработало Но То Что Выходил Вот Именно В Июне Именно Пожилой Возраст Достаточно Активные Митинги Да То есть Там Приходили Рабочие Кричали Мы Не за Навального Вообще Не за Эти Митинги Нас Уставил Путин Ну Только Услышьте Нас Я знаю Типа Знакомый Моссибирск Довольно Либеральный Город По своей Сухи Там И У них Мэр Довольно Либеральный Нет Как Мне говорил Товарищ Который Навального Состоит Типа Что Вот Приходил На Митинг Навального Типа И Поддерживал Нас Короче Марат Какой То В любом Случа Если Отвлекается Именно Поэтому Новосибирск И Ничего Не Получилось В Средними Возможно Да Вообще Там КПРФ Мэр И Он КПРФ Не знаю Чего сказать Приток Молодежи Большой Семки Холиров Да На самом деле Начиная 2014 Года Когда Вся Тема Донбасса Прошла У нас Она Как-то Не Сильно Задел То есть У нас Не Был Киперск О Киперск Что Донбасс Что Крым До Нас Далеко И У нас Ная Тема Крым Шла Вы Крым Кормите А Нас Когда Вот И Но В Это Время Пошел Приток Может Сан-пал Я Типа Знаю И До Сих Крым Не Прекращается Очень Много То есть Я Просто Сужу По КПРФ У нас В Сибири Очень Много Главля В КПРФ Очень Много Молодежи То есть Наверное Я Не знаю За год Человек 60-70 Приходится Там Это Мало Но Все Равно То есть Только Туда Отличу Отдельные Вещи То есть Они Осознанно Сами Приходят И задают Вопросы Ну Это Все Прикнулось Из-за То Что Большая Организации КПРФ Где Денег Много Наконец Не Ну Да Приходят Они То есть Мы Общались Именно Не Как В Единую Россию Приходят Либо За местом Либо Там По Участку Да А Туда Приходят За Все Вопросами И Ответом Начал То есть Сибирь Она Совершенно Не Откручена Практически Не Откручена Крупом Организациям Прорганизации России РСД РФБ Другие Игроки Сибири Малозаметны Просто я знаю Что у нас Например Есть отдельные Интерты во многих регионах Но они Не формируют Организации Да Так и есть То есть По сути дела Единственный Крупный Игрок Сейчас Поля Тркайс Сам Можно Так Сказать Я Думаю Какую Другую Объявизацию Которую В принципе Я Вомог Наверное Все Да Я Потому что Не могу Даже Ну Что-то Там О левом Блоке Говорят Я Просто Левый Блок Только По-томски Знаю А Плюс Что-то Говорят Анархистов Но Анархистов Я не знаю Как у вас У нас Это такие Своеобразные Люди Которые Сегодня Есть А завтра Их Вообще Нет И Там Я Как бы Общался С Человеком Который Мне Каждый День Буквально Говорил Что У них Новая Организация Ну Они Какую-то Там Есть Какой-то Анархисиндикализм Как-то Так Или Да Синдикалисты Да У них Есть Какая-то С 90-х годов Корпорация Они Горят Что В них Стыр Очень Много Народу Я Никого Никогда Не видел Кроме Старостного Ну Вот Краз Краз Была Ну Вот Они Горят Про Нью-Йорк Ну У них Даже Знаю У них Есть Резорк А Людей Никогда Наверное Да КСМ Чисто Молодые По КПРФ По КРПшной Как-то Вот Так Пришло Сейчас Из Хорошего Просто Что РКРП Очень Сильно Постарело И О Крупных Организаций Таких Западноевропейских Да Я Реально Я В Омске Не знаю Мне сказали В Омске Есть Кто-то Из РЗД Я их Никогда не слышал Из РФП Только Проезжали люди В Омске В Омске В Омске Я вообще не могу сказать В Сибири Кроме КПРФ И ОКРП Организации Которая Жила Четыре Четырех лет Вообще Не знаю Не знаю Ну ты уже начал этот разговор о том как Реваки Сибирские Представляют себе Москву А конкретно Они что знают Есть Знают Все знают Нет Не знают Есть знает РЗД точно что есть Попагандировалось Знают РФП точно что есть Знают Потом А что больше Да По-моему больше вообще на самом деле Ничего Только двумя этими организациями Спектр крупных алинаций Дальше есть некая абстрактные Левые Которые в их мнении делятся на две вещи Троцкисты и сталинисты Вот И собственно Троцкисты Это такие молодые хиппи Которые Как бы Там Вроде зелёными волосами рут А сталинисты Это короче такие Столиковы как Сталина Там все дела Все заучивают Как там То есть для Сибири Разделение Вот это для европейской на троцкисты Сталинисты Ну не актуально Ну Вот Да Ну то есть Спорт понятно возникает То есть Но Обычно они как-то Вот Быстро нивелируются Ну то есть Вот у нас было очень много споров У нас Очень разные люди смотрят на репрессию Очень разно смотрят там Ну там Есть всякие идеи Там что там шпионы Там сорвали Советский Союз Там мало Сталина их вешал Там различные Но Ну Есть наверное некое понимание Что если ты сейчас Как бы Подстрёгшись так скажем С этим человеком То сможете больше не с кем будет общаться И Люди не переходят От ее на границу Ветер никого не останавливает Ну Москве тоже Да И Ну то есть Я прям не слышал что бы Ну то есть Возникали из-за этого проблемы Частные Прям при мне там Два чувака подрались до крови Ну они подрались вообще Вот смешно Я понял Короче Была Дискуссия Свобода и необходимость У нас чувак проводил И они два подрались Из-за того что Один говорил что Свободе нет свободной воли Ну только поздно А другой говорил что Там все таки присутствует Свободовой И они вообще Один поднял В конце концов стул И Точно Акос России Ей не убивает Да Вот То есть Ну это так Потом они окей Общались Все нормально Ну такое бывает Потом видел по моему В Новосибирске Человеки какие то Подрались По поводу А нет Это было Я не понял Человеки подрались По поводу Я забыл Не Бакунина короче Подрались То есть Один сказал что Он коммунист А другой сказал что Он анархист Да Дискуссии Да Я был Да на такой дискуссии Где прям Три человека Другими Три человека Причем там была девушка Она сумкой Размахивала У нас Бакунина была Я не помню даже Что там было Просто какой то теоретический Основной спор Возникает Теоретический Теорет Я понял Опасная штука Вот Ты просто Ну еще говорил о газете Факт Мне кажется это очень интересный опыт Потому что каждый его регион имеет свою полость Расскажи об этом Ну да Собственно Мы издавали в Омске долго газету Защита И потом Я ездил когда в Аркесем С ними общался И так далее И сказал что в принципе Работа к нам идут рабочие В городе надо пить с того какого И они говорят Ооо прикольно Это было прикольно повторить Мы с ними Прямо ну как бы Рука об руку Эту прошли То есть Ну во-первых я туда часто гонял с чувачком А во-вторых по инету Мы прям говорили Вот то-то туда-то ходить То-то делать И так далее И вот они Раз это сами сделали А потом уже пошли сами делать У них тоже выходит Где-то ну наверное С февраля или с марта Они назвали газету Факел Предложили ее выпускать Чтобы не по каждому региону Типа вот Одна полоска общая Одна полоска Чисто вот этого предприятия Или вот этого региона Вот Потом к нам присоединился Косноярск Косноярск Чувачки Мы тоже у них вот сейчас начали Раздавать факел Вот И сейчас я знаю Александр Ведет работу Ну в общем Рабочая платформа Здесь в центральной России Тоже пытается газету Факел теперь распространять И какие-то еще отдельные Организации тоже Ну вот То есть это самое начало Не знаю что сказать О новом основе Как себя позиционируют Газета Факел Это того чтобы добиться Чтобы У рабочих Был некий свой орган А газету все-таки Мы выяснили проще читать Чем в интернет И так далее Потому что Ну не знаю как здесь в Питере Но у нас рабочие когда идут К заводу К заводу Получают брошюрку Они ее реально зачитят Что там еще делать Когда он с ним на крану Или еще где-нибудь И если там что-то интересное Его цепляет Он это постоянно Постоянно читает И он как бы Он видит обратную связь Он видит что с ним Проводят работу Он начинает доверять У нас реально есть доверие То есть когда мы приезжаем И сдать Там прикольно Он подходит Мы с ним портаемся Они нам новости Расскажут У нас чувак записывает Говорит где что произошло Ну То есть вот этого Мы пытаемся добиться Только вот В рамках других регионов Чтобы рабочих Переезжая из одной региона В другой Видел ооо И здесь то же самое происходит У него сразу бы возникало Это доверие Надо подробности рассказать Ну в общем целом так Ну у меня вопрос Вы рассказываете Про РКСМ В этом случае Про РКСМВ РКСМВ? Ну Вообще То есть это молодежная Организация РКРП Это все что я знаю Точка Ну То есть Я слышал Я читал В интернете Сайт Родфронта есть Да у нас РКРП-Родфронт Это одно и то же обычно Вот Я заходил на сайт Смотрел их видео Кстати Я не говорил здесь Все же знают Здесь Питер и Попова И лекции Да Вот в Сибири это тоже все знают Вот это как-то зашло Все как обычно Кто начинает как-то Интересация теории Они все это читают Вот И РКСМВ тоже там Какие-то ролики Видео выпускает И у нас тоже их Люди смотрят в принципе То есть вот Видео на самом деле В Сибирь заходят Потому что у нас люди Садятся вечно Включают YouTube И еще какие-то левые ролики смотрят Вот я знаю даже Вот эти РСД тоже Начал смотреть Смотрим То есть вот Кто здесь хочет Погонить свою позицию Пускай эти ролики Ну реально их смотрят Вот Но только не зубодробительные А Попова еще быстро Отказываются Вот И все это То есть они какие-то долгие Должны быть нормальные Ну это все реально Все что я слышал То есть вот Ну потому что Это должно наверное Как-то пропагандировать РКРП Но РКРП у нас в городе Не знаю два человека В Новосибири там пять человек По-моему Я не видел от них ничего хорошего Ну то есть они предоставляют Организацию Там какие-то вещи Рассказывают Не мешают Да Ничего более Интересного Я не слышал Еще вопрос Да Насколько я понимаю Все сибирские леваки Естественно считают Что нужно работать с рабочими Это нормально Понятно что Наверное в Сибири Нету Вопросов По поводу ЛГБТ И зоозащиты Этим движением Их никто не занимается А Такие более Общие проблемы Например Участие в выборах Как они относятся И к муниципальным И к парламентским И к президентским Ну только мы сейчас Упоминаем там вопросы КПРФ И Потому что там понятно Как их относятся И вопросы такие Близкие туда Вот все остальные левые Ну Я не знаю как у вас Происходят выборы Но у нас никакого Выбора никогда и не было То есть все знали Да выборы Кто или не В каком регионе У нас даже по КПРФ Хотя КПРФ как-то У нас в городе борется Там все единая Мы всегда знаем КПРФ получит Свои 10% Свои 10 депутатских мест Вообще без проблем Больше нет Хочет бы не происходило И Ну я в начале Я тоже ходил на выборы За КПРФ И участвовал Вот И ну как бы Ну очень быстро присытился И не знаю Ну Это тоже не вопрос Да Ну не вопрос Я не знаю Я не встречал ни одного Такого леваканса Которого я считаю адекватным Чтобы он говорил Что в выборах надо участвовать Единственное Что мне говорили В выборах надо участвовать Это то чтобы деньги зарабатывать То есть потому что на выборах Платят деньги У нас в Новосибири Участвуют 35 тысяч Для города чем больше Много в каждом месяце Получают 35 тысяч Поездил Поездил Раздал маршрутки Поговорил Заработал деньги Пустил Больше наверное нет И на самом деле Левое это в этом участке Даже если не в таких случаях Из Иркутска правда Там Один Мужчина Наверное уже теперь Ну в общем он Покупал газеты В общем он Раздал газеты КПРФ Получал от них деньги За эти газеты Потом шел их Продавал Единая Россия Да Я от Единой России В начале тоже Единая Так как бы Ну это Классовая Мари Мари Как рассмотреть Единую Россию В особе Вот На самом деле Зоо движение и так далее Что-то присутствует Но среди анархистов То есть среди анархистов У нас какие-то проводились эти Типа Чтоб люди не носили меха Какая партия проводилась Они там скидывали Михау Уртыш И сжигали по-моему Сначала купили потом С вами делали Ну типа Как-то так Да Неправильно называется Он намочили же Вот Но Я ничего не могу об этом сказать Потому что мы пытались В свое время выйти на Анархистов в нас городе И как-то с ним поговорить Ну нам интересно было Вообще Что такое анархисты Как настоящие и так далее И в общем Я попал на фильм Который показывали Про мексиканцев Сапатистов Как там называется Они показывали этот фильм Там русский кто ездил Там с головной И они там сидели смотрели Я сижу смотрю Потом у меня поднимается Какой-то анархист И влёт на себя В бафу И орёт такой Все Теперь нужно в Сибири Делать такие же деревни Все идём в бар пить пиво Вот Совершенно Потом мне рассказали Потом мне рассказали Что там половина из них Куда-то уехала Но Я их спасал Да У меня испелось Да Ну вот Как-то так Ну и вообще Какой вопрос Есть ли шанс Что когда-нибудь в России Вот это единое Скажем Левое культурное пространство Единое Левое движение Да От Ленинграда До Владивостока Ну на самом деле Я лично считаю То да Потому что Потребность к этому Очень большая есть Ну то есть В Сибири на самом деле Очень много людей Вот я лично Когда пытался вступать Я тоже искал Куда будет вступить Но нету больше ничего И Ну это проблема вообще То есть ты приходишь У тебя город миллионник И ты ничего в этом городе Не можешь найти Куда прийти Пообщаться с единомышленниками Ну все идут сначала И нету этого ничего Ну то есть Вот ты не знаю Пишешь какую-нибудь там РСД Тебе говорят Нет у нас ничего Пишешь другую Тебе говорят Нет у нас ничего Да пошли вы все Ну то есть Это проблема Что Ну некая потребность есть Потому что Вот правильно сказали проблему У нас проблема такая Что обычно Все уезжают потом Ну потому что Здесь платят больше Здесь лучше жить Куда-то в центральную Россию Мало остается На самом деле И это в основном Уезжают действительно Либо лидеры Либо кто-то такой Имеющий авторитет И Эти группы обычно Распадаются Потом собирается заново Распадается Собирается заново И Ну то есть Нету никакого центрального веща И некая потребность Ну то есть Люди обычно всем говорят Ну было бы прикольно Если бы так было Ну Нету пока ничего Нету Или что бы Вот это Вы рекомендовали бы Европейским ревнам Средизмить себе себе Сибирь Или я не знаю Наладить контакт Вот Каким образом бы это могло происходить? Вхождение в народ Не Ну Одно из интересных Наверное вещей В том что Нет диалога на самом деле Я не могу сказать что Вот Есть какой-то диалог между Вот реально Я не могу такого сказать Между В Москве и Питере И отдельными Как бы Может быть потому что Нет ничего в регионах на самом деле Ну может так кажется Или так есть Но Нет То есть нет каких-то масштабных дискуссий С привлечением Я не знаю там Ну грубо говоря Отдельных регионов И вот центров То есть Возможно И опять же У меня не полный взгляд Ну я все что перечислил Это есть Но Я пытался быть откровен Может быть что-то я выпускал Но Я не вижу Никакого диалога То есть чтобы Кто-то общался Даже Вот те кто уезжает Короче У нас есть проблема Многие люди которые уехали Они реально теряют связь с регионом То есть Они в левом движении Участвуют здесь В Питере и в Москве А в регионе все остается Как Другое это дело Ну это понятно Это сложно Но есть интернет Не знаю Ну надо как-то На самом деле Связь налажить Потому что Насколько я понимаю Здесь в Москве и Питере Все-таки людей Занимающихся марксизмом Ну больше И людей Понимающих его Или по крайней мере Умеющих Что-то рассказывать Больше И Ну было бы прикольно Ну то есть У нас вообще Очень много проблем Я не знаю С тем что Мы не знаем о чем там вообще Рассказываться в следующей Кружке И так далее То есть Проблема с теоретическим материалом Он вообще труднейший Потому что Его сложно понимать Вот Ну Какие-то шаги принимаются Видео уже как-то издается И так далее Но Пока никакой из них не явился прорывным То есть Проблема То есть обычно Все кружки которые я знаю Немножко почему я так смешно говорил Потому что они все загибаются Через 5-6 Периодических выступлений Потом Поясняется что некому говорить И На этом все заканчивается Вот И Было бы прикольно Ну то есть Во-первых Я не знаю Здесь в Питере Нужно самим определиться Как бы людям Чего они хотят Как бы И чего они хотят регион Это первое Во-вторых Нужно ну как-то В диалог попытаться вступить Как-то Попытаться пообщаться Ну Подискутировать Что-то Ну В свою некую позицию Пропагандировать Чтобы Там тоже такие же люди Вот И Я просто общался С разными левыми То Что точно нужно выбить О том что провинция Это короче Вся Ну За первого нашего человека За Медведей Там не знаю За то что Сталин там Убивал младенцев Не так это все Вот И поддержки Крыма Столько нету И тому подобное И так далее Неправда Просто Ну Иногда так проще говорить Тебя не трогают Ты пришел Как бы на собрание Сказал такой Ну нормально Грым наш Ну все дела Все Но в самом деле Ты внутри это нифига не поддержишь То есть Нет такого в провинции Прямо Стопроцентной поддержки Точной Даже Пятидесятипроцентной Это прям Правда То есть там Ходит миф конечно о том Что царь хорошие бояре плохие И его поддержать Наверное Но при этом Уже очень многие задумываются Ну а куда он собственно глядит А Сама левая Позиция Она Присутствует все таки Вот это точно В виде возврата в СССР Ну просто потому что Ничего другого не пропагандируется Вот на самом деле Ну то есть Никто другой не знает вообще Что такое коммунизм Какие-то Какие-то идеи там Ну там о свободе Ну Вообще Откуда их узнать То есть Только во время Когда ты прочитаешь Какую-нибудь советскую художественную литературу Или посмотришь Советский художественный фильм Это вот единственная пропаганда Которая работает на сто процентов Пока что То есть Не знаю Ну 90% влевых Которых Сибири встречал Они говорили Что поворотным пунктом В их как бы Карьере Чтоб они Пришли в левое движение Являлась Либо советская книжка Которую они почитали Какая-нибудь Либо фильм Которую они посмотрели Сибири А ну либо для кого-то Все таки Творчество Егора Лето Да Это есть Вот И только потом Начинается поиск То есть да Есть проблема в том Что вот Нет какого-то канала Доставки Не знаю В регионы Своей позиции Ну Я сложно понимаю Но вот его нет То есть Все мифы Осущественно черпан Как-то из телевизора Интернет Обещание Но И поэтому До сих пор остается миф о том Что Москва и Питер здесь Поддерживающийся буржу Поддерживающийся У него Долуевки Кстати Для всех присутствующих Я хочу заметить Что Кирилл Потом по приезде в Омск Путешествует Омским левакам Про питерский Поэтому Каждый из вас Может сказать что-нибудь Он хочет Чтобы Кирилл Донес Донес Не Ну я да Все время рассказываю Ну у нас в принципе так принято Что если кто-то уезжает из леваков сюда Это так называют То превоснователь Он рассказывает что происходит Все приходят с такими летами Сидят слушают Потому что это же здесь Это же Питер Москва Вот Такая да вещь есть Давай привет Скажи мы Мы не такие плохие Как мы придумаем У нас Денег нам не платит Такая ручка У нас куда? По крайней мере Мы тоже Снимаемся очень сильно Снимаемся И Ну вот Что еще Ну наверное все Спасибо Поэтому да Продолжение следует...